Добрый день дорогие друзья! Как всегда вы смотрите программу Козгарас. Сегодня у нас в студии член Казахстанской ассоциации по управлению отходами Казвейс, инноватор, занимающийся реализацией проектов по зеленой экономике Дамир Кайргалиевич Молдашев. А беседу мы будем о перспективе развития нашей отечественной зеленой экономики и о том, легко ли сегодня внедрить тот или иной проект производства. Уважаемые телезрители, вы можете задать вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 553710 или как всегда на моей страничке в Фейсбуке. Дамир, я знаю, что вы свою активную деятельность ведете в основном в Уральске и в городе Ахтаву. Что привело вас сегодня в Астану? У нас проводится сейчас заседание Казахстанской ассоциации по управлению Казвест. Это по вопросам переработки твердых бытовых отходов, его разбильного сбора. И мы буквально сегодня, наша ассоциация выступала с инициативой, которую мы будем вносить в министерство по улучшению ситуации в этой области. И сейчас, сегодня, завтра проходит конференция научно-практическая по новым технологиям в строительстве дорог. Приехало много гостей, есть зарубежные гости, отечественные у нас дорожники представили новые технологии, материалы по строительству дорог. Вот еще, скажем, сегодня, завтра будет обсуждаться. Вот давайте мы поговорим с вами, Дамир, вот об этих, поподробнее об этих проектах, над которыми вы работаете. В чем заключается инновационность каждого из них? Ну, вот хотелось бы мне отразить проект по переработке целлюлозы. Это обыкновенная трава, солома, это тростник, камыш. Чего у нас хватает, да? Чего у нас хватает. Значит, дело в том, что вот в Уральске мы сейчас закончили проектирование комбикормового завода, где в отличие от зерна, в качестве рабочего материала будет использоваться именно трава, солома, то есть та же самая травянистая целлюлоза. И это комбикорм, который, значит, сейчас крайне необходим у нас в животноводстве, который будет использоваться с добавками, допустим, хлореллы. Хлорелла – это морская водоросль, которой 2 миллиарда лет. При добавлении в корм, ну, скажем, коррес, у нас прирост мяса и молока возрастает на 40-50%. К примеру, в Атраусской области в 80-х годах был откормочный комплекс «Алгабаз». Алгабаз, да. Да, и благодаря, например, этому совхозу, значит, у нас ежемесячно сдавалось по 3-3,5 тысяч молодняка после откорма. И благодаря этому существовало, собственно говоря, Гуриевское мясо комбинат. Если сейчас мы внедрим этот проект, вот мы ведем переговоры с организацией «Каза инновации», то в дальнейшем мы могли бы тиражировать вот эту технологию на всю республику. Вот следует ответить, вот мы часто бываем в Татарии. В Татарии уже в ряде районов широко применяются. Применяются, да? Эти технологии, да. Усвояемость кормов возрастает на более 90 градусов. И самое главное, что это дешевый комбикорм, который может использоваться в соответствии с указаниями нашего президента поднятия животноводства, поднятия производства, значит, мяса в сельском хозяйстве. Ну вот, хотелось бы мне отразить, что вот этот проект по целозе, он вообще очень универсальный, потому что аналогичный проект разворачивается в Татарии, как я уже говорил. Кроме комбикорма, можно путем обработки шаровой мельницы получать сорбент, который может использоваться для фармакологической промышленности. Этот сорбент также может использоваться для, значит, производства из отходов пластмассы и вот этой самой целозы. Практически можно любую пресс-форму получать. Это упаковки для бутылок, банок, это пресс-формы, различные декинг, террасная доска. То есть, практически из всех видов отходов мы можем делать вторичные полезные времена. Ну, например, в Советском Союзе, вы же знаете, вот собирались бутылки, банки, кости, у нас ничего не пропадало. А сейчас у нас уже где-то около 30 миллиардов тонн отходов промышленных. А вы знаете, насколько я не специалист, что в мире сегодня иной подход к этим вопросам? Зачем нам теперь эти целлофаны, мешки, которые, их много очень, они экологически вредны, они не разлагаются. Нам надо такой вот? Ну, Ирак, дело в том, что мы как раз при производстве целлозы используем как раз этот принцип, который не требует дальнейшей утилизации. Потому что из той же самой целлозы мы путем растворения ее, допустим, в этом натрии, можем получать серую бумагу, гофрокартон, можем получать бумажные пакеты, упаковки. Целлофан запрещается сейчас во многих странах, потому что он трудно разлагаем. А вы представляете, это же мы, например, можем получать тот же самый из целлозы стабилизирующую добавку. Вот, например, Виатоп, который сейчас используется, германская добавка для строительства дороги Китая-Европа. Значит, она стоит несколько тысяч долларов. Вот, и мы могли бы наладить такое же производство, потому что вот эта добавка стабилизирующая, она состоит на 80% из травы и на 20% из битума. Битум у нас есть, целлозы травянистые у нас тоже достаточно, только стоит, ну, скажем, за поддержкой наших, ну, скажем, институтов развития. Вот, кстати, я хотел обратить внимание, что этот проект, он в 2012 году с подачи Союза банкиров и финансистов стран СНГ, он занял первое место. И Медведев дал премию, вот, Институт Казнефтихимпром, который инициатором выступил этого проекта. Это российский, да? Это татарь, институт, крупный институт, союзное значение, да. Мы аналогичный проект, когда здесь разворачивали и передали на рассмотрение, значит, в НАТР, дошли до уже последней инстанции в министерстве. И в министерстве там комиссия под руководством министра и членов там правительства, к сожалению, не сочла возможным... А какие мотивы? Ну, мы получали официальное письмо, что это проект малоперспективен. Малоперспективен. Да. Но ведь, смотрите, у нас заканчивается нефть, заканчиваются металлы, количество отходов у нас возрастает. Нам надо думать о тех технологиях, которые мы могли бы, скажем, создавать рабочие места, создавать добавленную стоимость. Да, вот тот же самый проект, допустим, по Целозе. Это же решилась бы программа занятости в малых городах, сельского населения, потому что отходов везде достаточно. Ну, Дамир, вы-то человек-то известный человек же. Неужели вы, бывший работник правительства, не можете такие вещи доказать? А? Ну, к сожалению... Ладно, я понимаю, откуда-то там вышел человек из села, и не может быть человек грамотный, может убедительно довести, рассказать, показать. Неужели? Где-то что-то, что-то, наверное, не хватает тебе где-то что-то? Ну, вы знаете, вот мы три года выставлялись, нас вот поддержала тоже та же самая ассоциация технологического, так сказать, поддержки. Три года на экономическом форуме. Было очень много иностранцев, много... Но, к сожалению, вы понимаете, даже разовым наскоком эту работу не решишь. Вот я как раз и когда... Я тоже заинтересовался, поэтому вас пригласил на сегодня, на программу Косгород. Может, на это наши чиновники обращают внимание. Я поэтому вас пригласил. Теперь давайте по второму вашему проекту. Это пристроительство дорог. Дорог. Сегодня вы знаете, что послание главы государства Нурлужова, это основная тема сегодняшнего дня. Так я понимаю, да? И поэтому вас, и вы, наверное, были сегодня и приглашены именно на этот... Как у вас это называть сегодня? Да, это конференция по новым технологиям строительства дорог. Связанная с строительством дороги, так я понимаю, да? Совершенно верно, да. Теперь давайте вам слово как раз. Можете об этом говорить? Ну вот, проектом по производству серополимера и серобетона и сероасфальтобетона мы занимаемся уже около 10 лет. Мы работаем совместно с Каздурнией, потому что все испытания по механической прочности, по качеству материалов проводит лаборатория Каздурнией. Здесь мы находим общность интересов и поддержку. Но дело в том, что вообще эта проблема переработки серы в мире, она, скажем, в той или иной степени решается. Потому что в Канаде очень большое количество накопленной этой серы используется. У нас тоже очень много. Очень много и будет еще больше, когда у нас запустится проект по Кашагану. И каждая страна решает его по-своему. Есть технологии, вот я был в прошлом году в Польше. Там из нефти, получаемой из России, значит, они делают очистку серы. И у них, значит, производство серополимера и бетонных изделий производится, ну, скажем, прямо в черте города. Прямо в черте города находится завод. Значит, никаких запахов. Технология отлажена. Идет переработка, значит, серы химическим способом. Вот. И они имеют все международные сертификаты и стандарты. Ну, наша технология, она, в основном, значит, мы построили ее с российскими нашими партнерами. Компания «Инженеринг» — это из Астрахани. И за вот истекший период провели много испытаний. Опытно-промышленная установка сейчас развернута, собрана. И готова к эксплуатации прямо в промзоне Тенгиза. Вот. Если сейчас мы найдем, вот, формируется научно-техническая программа с Министерством, значит, индустрии, сейчас это называется, и комитетом автомобильных дорог. И с их стороны будет поддержка. Мы совместно с ними проложим кусок дороги, проведем все необходимые испытания по экологической безопасности. Это институт горения Министерства науки. И уже тогда, значит, будем приступать к массовому искусству. Есть интерес к вашему проекту? Есть интерес. Он оригинальный, я так понимаю? Очень даже звонят из других стран и интересуются. Ну, я так думаю, что наш труд не пропадет даром. Еще один у вас есть такой проект хороший — «Экотопливо». Ну, «Экотопливо» — это не такой стратегический проект, хотя, в принципе… Почему? Ну, как бы вам сказать, проблема компонтирования бензинов, она… Ну, она актуальна же. Она очень актуальна, особенно в связи с сейчас возникшим дефицитом высокооктановых бензинов. Вот нас недавно приглашал, значит, премьер Масимов Павлодаре, собрал круглый стол, там были члены правительства. Значит, у нас вот с нашей аццией козвесты экологи были. Ну, в основном это по экологическому кодексу, по экологическим вопросам поднималось. Ну, вот он спросил, а есть какие-то проекты по решению экологических проблем? Вот я с двумя вопросами выступил. Первый — это по серой бетону. Была, значит, обещана помощь. Ну, значит, я сделал вывод, что вы без внимания не остались на уровне правительства, если этот вопрос рассматривался. Надеемся, РК. А второй вопрос — это вот мы сейчас, опять же, с тем же самым институтом горения в Алма-Ате на их базе проводим испытания, получаем из примагонов, значит, с добавками, с использованием, у нас там стоит аппарат вихревого слоя, с помощью которого производится обработка этих бензинов, и мы получили уже хорошие результаты. Это получили 92-й, 93-й бензин. Вот эта технология, она сравнительно недорогая. Мы бы ее могли бы установить массово на мини-НПЗ, на, скажем, хранилищах топлива. И малые крови могли бы, значит, насытить рынок, вот ближайшие, допустим, 2-3 года до окончания реконструкции крупных наших нефтеперерабатывающих заводов, снять вопрос дефицита бензина. Причем бензин этот не расслаивается, выбросов в окружающую среду уменьшается на 60-70%. И, например, для города Алматы, который находится в котловании, и загрязнение воздуха, которого составляет более 80% от автомобильных газов, это весьма актуально. Ну, впрочем, как и для всех остальных городов нашей страны. Дамир Каргаревич, вот я, исходя из названия вашей ассоциации, хочу задать вам вопрос такой. Как вы думаете, почему у нас в Казахстане промышленная сфера утилизации и переработка отходов слабо развиты? В чем кроется причина? Иракан, мы вот этой проблемой занялись только в последние, скажем, неполных еще 10 лет. И подключились к этой работе сравнительно недавно. У нас вот только в прошлом году была утверждена концепция по зеленой экономике, создан G-Global. Мы всячески продвигаем и развиваем, все, лучше сказать, меру своих сил. Но сил явно недостаточно, потому что ведь само по себе бумага не работает. Вот мы на местах, например, я вам хочу сказать, вращаемся в Акиматы, предлагаем проекты для реализации, потому что нам нужна помощь. Мы, в принципе, рассчитываем на государственно-частное партнерство. Конечно. Поэтому одному малому бизнесу и предпринимателям это сделать не под силам. Не то, чтобы должен был государственный какой-то заказ, но, по крайней мере, должна быть ориентация на развитие тех или иных сверххозяйственной деятельности. Вы знаете, вот у нас 30 миллиардов тонн отходов, я уже об этом говорил. 30 миллиардов? 30 миллиардов. По полтора миллиона отходов на каждого человека. И эти отходы... Ежегодно, да? Ежегодно. Увеличивается геометрическая прогрессия. Поэтому вот использование... Вот у нас, я вам передал, значит, это как раз сказ дурни, утверждено комитетом автодорог. Это дорожные рекомендации, то есть ГОСТ, на проектирование и строительство дорог с использованием шламов, шлаков, нефтеотходов, бурового шлама, золы и уноса. Практически вот это все мы можем использовать в качестве... Дорожных одежды. Под основанием дорог, да? Под основанием дорог. Вот, например, в том же самом Павлодаре, когда мы были, значит, я зашел на этот электронный завод, разговаривал, значит, с вице-директором. У них около полутора-двух миллионов тонн отходов ежегодно образуются шламов. Сейчас мы взяли образцы, отвезли, значит, каздурни на испытание. И я так думаю, мы подберем состав, что путем добавления добавок, частично цемента, частично полимерных минеральных добавок, вот это все можно использовать для строительства дорог. То есть огромное количество шламов накопленных, они просто лягут в основание дороги. Государству это очень выгодно. Ну, как раз вам сейчас и, пожалуйста, все условия созданы. Нурлужол, строительство дорог, как говорил глава государства. Почему сейчас, наверное, теперь обратят ваш проект правительству и министерству? Ну, надеемся. Здесь на выставке было очень много технологий, которые дополняют, развивают, потому что дорожная отрасль, она не стоит на месте. Ну, и надеюсь, вот наш скромный вклад, он в общую копилку, так сказать, тоже внесет какую-то лепту. Вот вы как раз начали. Какую пользу зеленый проект могли бы принести отечественные экономики? И могли бы они приносить уже сейчас? Вот сейчас мы с коллегами продумываем вот какой вопрос. Потому что, например, сам по себе экологический кодекс, который сейчас используется, он по своим воздействиям и ущербу для промышленных предприятий, не говоря уже о малом бизнесе, его применение, штрафные санкции, они очень влияют на деятельность предприятия. Потому что, например, после каждой экологической, допустим, проверки накладываются многомиллиардные штрафы. И ассоциация металлургической промышленности просит продлить там льготный какой-то период, потому что это достаточно дорогостоящая затратная часть. Это не только для нашей страны. Например, крупные корпорации, они тоже, видите, вносят очень большое загрязнение окружающей среды. Вот недавно публиковались цифры, значит, Китай, Европа, Индия и Америка, более 50% загрязнения окружающей среды воздушного. Это для нашей, скажем, промышленности, это не только нужен контроль. Нужно, опять же, вот направляющие действия, наверное, министерства и ведомства. Потому что сами по себе территориальные органы, они не в состоянии это сделать. Они могут контролировать, они могут штрафовать, но все равно должна быть какая-то научная направляющая. И не только научная, допустим, потому что многие вещи, их надо адаптировать. И к нашим заводам, к нашему оборудованию. Это все надо сертифицировать. Я так думаю, что вот именно государственное частное партнерство, под руководством государства, то, что вот сейчас создали Национальную палату предпринимателей, и я надеюсь, что будет большой сдвиг, и это принесет значительные успехи. Как на местах решать вопросы по внедрению того или иного проекта в рамках зеленой экономики? Очень большая инерция. Очень большая инерция. И практически... Вы еще разворачиваетесь, да? Да, вот мы обращаемся с письмами, пишем. Ну вот, например, в Магиставскую область мы написали, года три-четыре я ходил в департамент промышленности предпринимательства. Ну, вы знаете, вот приходишь, принесешь бумаги, говорят, мы вас вызовем, пригласим. Ну, в основном приглашают для того, чтобы, как бы вам сказать, сделать какие-то замечания там, или какие-то проверки. Вот, вся система с государственными органами именно вот в этом неравноплоравном русле идет. И вот сейчас я с большой... Может, там не специалисты сидят, может быть. Вы-то специалисты, а они, может быть, молодые. Может, не знают. Может, да хочется объяснять надо будет. Ну, в принципе, в каждой области есть и ученые, есть учебные заведения. Вот один... Можно поручить, да? Академик Диаров... Это ватрау. ...чем стоит ватрау, да. Всегда можно найти, значит, создать какой-то ученый совет. Если человек не разбирается, он может создать какую-то рабочую группу, в конце концов. А вы подсказывали такие предложения? Ну, как можно вот так ему подсказывать? Ну, как почему? Ну, молодой человек, ну, откуда? Ну, это вы можете подсказывать. Вы знаете, они же нас не слушают, предприниматели. Вот, поэтому, вот, например, я очень рад, что в Западной Газахстанской области создан инвестиционный фонд. Это вот инициатива акиматов Западной Газахстанской области, Атрауской области и крупные промышленные предприятия. Они нефтяники, они знают. Хотя, Али Гайдарбеков тоже нефтяник? Тоже должен знать все это? Ну, может быть, ему пока некогда. Ну, наверное, дойду руки до этих проектов. Дойду до Акимов. Но, в любом случае, мы так думаем, что у нас есть республиканская программа по реализации зеленой концепции. И должна быть сформирована и отраслевые, и обязательно территориальные такие вот программы по зеленой экономике, которые должны находиться под неусыпным контролем, конечно, Акима и всего Акимата в целом. Дамир Гаргалевич, чувствуете, со стороны государства, правительства уже есть поворот к этой проблеме с зеленой экономикой или нет? Со стороны правительства, конечно, мы чувствуем. Президент здесь очень активно выступает, поддерживает. И я так думаю, что немногие из мировых лидеров стран столько вот стратегических инициатив в последние годы осуществили. Я сам работал под его руководством 15 лет. И мы очень одушевлены и чувствуем поддержку нашего правительства и президента. Но, однако же, я еще раз повторяю, пока на местах не чувствуется, что там готовы к внедрению вот этих ресурсов, сберегающих технологий. Нужна и активная пропаганда на телевидении. Недостаточно провести там лекции в школе или собрать госчиновника, почитать им лекцию. Если будет ежедневно организующая, мобилизующая программа по... Вот, смотрите, у нас вокруг каждого поселка, вы посмотрите, значит, пакеты валяются. Да это же вокруг населенных пунктов, здесь ничего такого. Куда смотрится анапидемостанция? Куда смотрит тот же самый Акимат? Здесь же не нужно указание там правительства или министерства, или там, тем более, президента. Это все в руках самих местных органов. Ну, какие они там сельский Акимат, вокруг которого поселка разобрасывается весь мусор, что он занимается, какими-то стратегическими вопросами? Вот она, стратегия. Еще что вы хотели сказать нашим перезрителям и довести об этом до правительства? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы... Вот институты развития, вот крупные проекты, которые, например, вот в соответствии с посланием президента, вот по использованию отходов в строительстве, допустим, дорог, потому что каждый вложенный тенге, доллар в дорожную инфраструктуру, он отдает отдачи в 10 раз. Это общеизвестная истина. Будут развиваться отели... Я думаю, услышать ваши слова, это хорошая идея, между прочим. Время нашего эфира подошло к концу, а я напомню, что сегодня у нас в гостях был член Казахстанской ассоциации по управленными отходами инноватор Дамир Кайргриевич Молдашов. Я с вами, уважаемый телезр, прощаюсь, а вам огромное спасибо, что нашли время. Редактор субтитров А.Семкин